Следить за тем, где находится шайба, потому что выходишь ты, как правило, в зоне атаки со скамейки. И вот не исключено, что как раз на этом моменте сейчас было зафиксировано очередное положение вне игры, а сейчас Никулин провоцирует вот такие разборки, потому что в борьбе с соперником бросил он того на вратаря. Плешков получает повреждения, но вратаря во всех лигах, во всех странах и во всех континентах принято защищать. И, собственно, поэтому разгорается вот эта потасовка. Контакт с автарем. Штука такая, на которую полевые игроки реагируют. Часто по-разному. На самом деле был пример, когда Бардаков сталкивался с Исаевым в борьбе с Рафиковым. Там все достаточно быстро закончилось, потому что все это определяется реакцией в первую очередь. Но, тем не менее, я так думаю, что, может быть, и игроки СКА, учитывая, что Локомотив пытается выдать концовочку. То есть пошли броски, заходы, атаки такие в исполнении Локомотива в конце второго периода. Так что, может быть, здесь тоже как бы СКА, который вынужден чуть-чуть побольше обороняться. И это, в принципе, и статистика бросков подтверждает во втором периоде. Вот среагировал так активно на контакт Никулина и Артемия Плешкова. Зайцев и Кузнецов получили по две минуты за грубость. Два игрока СКА и один игрок, это Георгий Иванов, да, отправляется на скамейку оштрафованных у Локомотива. Так что там совсем чуть-чуть времени играть во втором периоде осталось. Но, тем не менее, сейчас Локомотив будет в большинстве. Причем, на самом деле, Никулин даже не контактировал с Плешковым. То есть он так пошел на вратаря, но сам-то больше боролся с Зайцевым. Хотя тоже, ну, как бы я был, на это среагировали игроки СКА. Но в результате вот этой вот потасовки два игрока СКА получили удаление за грубости. И Георгий Иванов, один игрок Локомотива. Так что, суть по тому, что объявлял Юдаков, большинство будет у хозяев. Причем Иванов-то там как раз на выручку партнеров пытался пробиться, которого взяли в оборот Кузнецов и Зайцев синхронно. Ну, там, да, там, ну, когда пошла жара, там уже свистать всех наверх.